Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Сикмил и с имени Артур Изятули. Очередной бургер без начинки, то есть заседание ФРС без заменения ключевых параметров, прошло в четверг, и несмотря на широкие ожидания, неупоколебимость в вопросе повышения ставки, пик самоуспокойности у регулятора прошел, так как он начал постепенно смягчать риторику. Центральным высказыванием сопроводителем заявления стало то, что Комитет по открытым рынкам ожидает постепенное повышение ставок в будущем. Экономические данные за октябрь включают 250 тысяч рабочих мест, новых созданных рабочих мест, индексы активности, в том числе в производственном секторе, выше отметки в 60 пунктов, не дают поводу сомневаться в краткосрочных планах ФРС по повышению ставки. Однако динамика компонентов ВП, по мнению Центрального банка, перестала двигаться в унисон, что, как мне кажется, является первой тревожной эволюцией в прогнозах на рост. В то время как расходы домохозяйств продолжают уверенно расти, стремительный рост капитальных вложений сменился на уверенный. Это вот такие слова значились в формулировках ФРС вчера. Инфляционные ожидания не изменились и остаются сбалансированы, так как темпы роста цен пока сохраняют небольшую дистанцию с ключевым уровнем в 2%. ФРС обошла вниманием недавнюю рыночную волатильность, потенциальные изменения в политике коммуникации, возможный перелет ставки выше нейтрального уровня, то есть насколько он может превысить нейтральный уровень, и менее ожидаемые данные по нормальному объему баланса активов или, например, ставки на избыточные резервы. Все это отсутствовало во вчерашнем заявлении. Доллар, естественно, укрепился на вчерашнем свидании, и амплитуда движения говорит о том, что рынок закладывал более мягкую риторику, то есть ожидание строя из каких-то более мягкой позиции ФРС, возможно, в ответ на недавнее развитие событий на фондовом рынке. Однако игнорирование коррекции, похоже, является сейчас лучшим решением, так как, позволив ФРС себе выразить беспокойность по поводу состояния рынка, система ФРС-рынок могла быть вовлечена в классическую положительную обратную связь. То есть допуская реакцию на происходящее ФРС, во-первых, теряет позицию ведущего в системе, так как дает понять рынку, что отвечает на его сигналы, и, во-вторых, в отсутствии опоры, если ФРС перестает быть ведущим, рынок, естественно, начинает избегать рисков, что сопровождается усилением продаж. Таким образом, невольным замечанием о происходящем на фондовом рынке ФРС может довести до такого состояния, что ему нужно будет сделать значительные поправки в курсе политики, как раз из-за этого неосторожного замечания. Индекс доллара сегодня приближается к отметке 97, как видите, готовясь к повторному тесту после движения в конце октября. Он также будет тестировать уровень 97. Рост доллара вместе с тарифами создает еще большую угрозу инфляции, прекрасно обосновывает сейчас твердую приверженность ФРС к ужесточению политики. И примечательно, что при недавнем снижении фондового рынка доходность казначейских облигаций США росла, а не снижалась. Это говорит о том, что риски в облигациях также растут преимущественно за счет потенциального ускорения инфляции в США. То есть, как известно, одна из угроз для бумаг с фиксированной доходностью, как раз таки инфляция. Как я уже говорил в предыдущей статье, рост экспортной активности в Китае в октябре не стоит относить к признакам восстановления производства. Сегодня это подтвердилось. Это является компенсаторным эффектом на фоне тарифов. Сегодня появились данные по производственной инфляции в Китае, которые указывают на замедление темпов роста четвертый месяц подряд. Вот эти данные, о которых мы говорим. Как видно, производственный индекс инфляции у нас составил 3,3% против 3,6% в прошлом месяце. Потребительская инфляция вышла вровень с ожиданиями. Но это менее важно сейчас, так как эпицентр назревающего кризиса как раз находится в производственном секторе. Инфляция издержек составилась всего 3,3%. Во-первых, это предвещает, естественно, снижение объемов производства, так как снижение цен, оно как бы дает такую информацию, что это либо переизбыток предложения, либо недостаток спроса. И второй сценарий наиболее вероятен сейчас. Цифры по экспорту в ноябре и в декабре, соответственно, должны быть пересмотрены вниз. С другой стороны, предложение ресурсов может уменьшить слабый юань. Это будет такой некоторый механизм поддержки производственных цен. Но снижение валюты должно быть значительным. Выше уровня 7 юаней за доллар. Но шансы на этот сценарий также велики. В-третьих, стоит ожидать больше монетарной поддержки от правительства, от китайского правительства. Еще один довод в пользу слабого юаня. Но если китайская валюта будет снижаться, то это неизбежно придет к удорожанию импорта и, естественно, повышательному давлению на цены. Так как Китай сейчас пытается выехать за счет роста потребления, инфляция и ее ожидания должны оставаться сейчас под контролем. Это как бы приоритетное направление в монетарной политике. Не так-то это просто сделать, когда экспортерам сейчас жизненно необходим слабый юань. Его нужно как-то девальвировать. Вот такая вот получается сейчас тупиковая ситуация у китайского правительства. Интересно, как у нее будет разрешать. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.